Девчонкам начал нравиться. Ютуб? Да зачем ты чё? Столько хейта! О, а чё, так можно было? А мы будем делать? Идиот. Идиот, чё ты не продолжил? Это канал только скетчевый. Никто даже не мог понять, подумать, что таксист-русик разорвёт. На таксисте-русике зритель уходит. Нет, сворачиваем быстрее сюда. Когда играл в КВН, узнавали как КВНщика. Я шут, балагур. Скетчики, юмор. А, ты вот таксист-русик? А, да. Хайп. Чуть более серьёзно, может, там как-нибудь. Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Мы продолжаем нашу серию интервью. Я не знаю, как можно назвать разговоры. Это просто исследование на мою любимую тему, на тему веб-сериалов. И у нас в гостях Руслан Висенгиреев, он же таксист-русик. И известный очень большой канал. Огромный. Да, я делал обзор на веб-сериалы и тогда уже говорил, что самый первый веб-сериал в Казахстане, ну, если правильно называть, то вышел на канале у Руслана. Он назывался таксист-русик «Начало». То есть это продолжение было с скетчей, как бы, да? Ну, мы сделали типа скетч и скетч, а потом думаем, а давай-ка дадим начало. Мы, естественно, его придумали, но так получилось, и там была чуть-чуть моя история и с долларом ситуация, и с квартирой. Ну, естественно, мы драматургически ее закрутили. Правду же, мы не будем рубить. Но решили немножко в эту сторону шагнуть. Понятно. Но мы не первые. А кто первые? Были ребята первые, но если считать, как именно для Ютуба это сняли, мы первые. Потому что ребята сняли это для телевидения, а потом уже и для Ютуба. Одновременно они двух зайцев убивали. Блин, я не помню, там что-то про машину времени, ну, моя любимая тема. Что-то про машину времени я даже смотрел, но это было прикольно. Ну, я еще почему говорю с оговоркой, потому что, в принципе, сейчас таксист-русик – это канал, нельзя сказать, что он чисто казахстанский, да? Сколько, как аудитория у вас, как она делится по подписчикам? Да, по России, Украину, да, давай посмотрим сразу. Чтобы не врать, на самом деле, она, причем, эта цифра постоянно меняется. Ты можешь посмотреть по просмотрам или по подписчикам? Я могу посмотреть по подписчикам. Так вот, аудитория, мы заходим. На данный момент раньше у нас было 10% девушек, а сейчас 33% девушек, 66%. Ну, я читал в комментариях, девушки хотят просить тебя вернуться, сделать новое видео. Ну, что-то вдруг я девчонкам начал нравиться. Мне кажется, они, знаешь, заходили из других аккаунтов своих пацанов, раньше смотрели тебя, а теперь выросли. А теперь у них появился свой смартфон. Ну, вот, России раньше было 60%, сейчас 57%, Казахстан был на третьем месте, была Украина на втором месте, а сейчас Казахстан на втором месте 15%, ну, 16% практически. Я вот раньше ходил на разные YouTube-конференции, ну, в принципе, как видел тебя там часто, и там часто упоминали, то есть, Таксист Лусик был такой пример, как можно, ну, как сказать, как из Казахстана ютубер может сделать канал, который известен там, ну, в русскоязычном пространстве. Да, мы, наверное, потому что первые, нам почти уже 5 лет в феврале будет, мы первые в Казахстане начали заниматься, если раньше кто-то что-то куда-то на телевидении снимал, или какие-то другие были проекты, ну, и перезаливали в YouTube, или там кто-то что-то где-то снял и заливал, а мы соленаправленно начали снимать только для YouTube, больше никуда, только для YouTube. Мы, наверное, первые были, и наступили на огромное количество ям, ошибок, мин, я бы сказал бы. Так, что там у нас по радио, а? О, вот эта новая песня, давай. Когда везут за штуку кругом голова! Молодец, Русик, молодец! Я хотел бы попросить тебя вернуться вот, то есть, в какой-то степени в историю, да, скажем так. То есть, смотри, то есть, как я знаю, да, то есть ты играл в КВН, потом занимался, ну, так же выступлениями в разных шоу и телевидении, да? То есть, ты был сценаристом, актером, там, в каких-то российских проектах, в казахстанских. Ой, где мне только судьба не помотала, да. Ну, вот так вот, как в Штате, я работал только на Тане. На Тане. Это самая частая шутка про Тан. А так, везде, ну, там пробовал, там, там, где-то какие-то были проекты. Ну, вот, сериалы писали, скетч-шоу писали на телевидении. Ну, да, был КВН в российском, на российском телевидении, там тоже подписывал в качестве автора был. Ну, и где-то даже снимался чуть-чуть. Ну, есть такая история у меня. Вот эта идея сама появилась, ну, как мне, как показалось, я расскажу тебе свои первые впечатления. Ну, в принципе, как и сериал «Патруль», наверное, мне показалось, что идея записывать в автомобиле, то есть, это мои первые впечатления, когда я вообще даже не знал, что я буду этим вообще всем заниматься, телевидением и так далее. Мне показалось, где-то того, что, вот, например, условно, есть регистратор, да, условно говоря, есть машина, она, можно сказать, как студия, как локация, которая постоянно двигается, в которой может попадать различные герои. То есть, она в этом плане очень удобная и, ну, как сказать, проще говоря, дешевле, ну, снимать какие-то истории таким образом. Она очень оптимизирована в плане затрат. Ну, понятно, что мы не снимаем на регистратор, мы снимаем на камеру. Она поставила камеру и погнали. Понятно, что это все не импровизация. 30% импровизации есть, но это очень оптимизировано. Машина у меня есть, камера у меня есть, форма лежит в багажнике. Самая сложность – это найти актеров и самая сложность – просто выдумать какой-то сюжет. Вот здесь сложновато, особенно уже там после какой-то сороковой серии это уже сложновато. Но это дешево и оптимизировано. Да и сейчас я тоже думаю какие-то проекты, чтобы было все полегче по монтажу. Ну, картинка глаз бить не будет, но в производстве, чтобы было полегче. Вот скажи, пожалуйста, смотри, получается часто же такая история, что люди открывают свой YouTube-канал, ну, и который, ну, там, не как наш, а вот такой, который на массового зрителя, во всех, как бы, лекциях, я не знаю, во всех, скажем так, инструкциях или советах, говорят там, ну, нужно иметь терпение, то есть нужно делать контент. Вот сколько, насколько терпения хватило у вас, скажем так, когда это стало уже каким-то, ну, успехом или, скажем, промежуточным успехом, который мотивировал делать дальше? Вообще было вот так вот. Телевидение в один момент надоело, потому что там я почувствовал, что я говорящая голова и миллиарды редактур и начальников над тобой не позволяют тебе доносить ту мысль или, ну, свое творчество. В итоге в конце это уже не твое творчество, а, ну, есть задачи и там какие-то на телевидении разные. Ну, это неплохо, это у каждого свое, ну, просто мне это уже надоело. И мы решили, давай один ролик запилим, посмотрим, что как пойдет. И вот первый ролик мы залили, и он разорвал к нашему удивлению. А сразу первый же видел. Сразу же, ну, мы хайпанули, прям, как сейчас, тогда не было такого слова хайп. Да. Ну, просто взяли трендовую тему, там, 50 оттенков серого, причем я даже этот фильм не смотрел, просто о стереотипных рассказах мы что-то написали, за 15 минут серию написали, и он зашел. Заголовок у вас, наверное, был такой, да? Ну, естественно, да, 50 оттенков серого. Вы тогда уже знали все эти вещи, да? Мы назвали таксиструсик и его 50 оттенков серого. Ну, вот так вот мы. Че, в кино ходили, что ли? Да. А, молодцы. Че за фильм? 50 оттенков серого. А, 50 оттенков серого? Ничего себе. Э, че, про наш асфальт, что ли, на дорогах, а? Ха-ха-ха! Все дыры вон залатаны, смотри, 50 оттенков серого, а? Потом мы еще сняли 20 скетчей, они как-то так себе произошли. Ну, поступило, сколько у вас было? У вас нулевой бы канал там? Нулевой просто ноль. Ноль, и через неделю у нас было 6 тысяч подписчиков и где-то полмиллиона просмотров. Ну, так вот пошло. Потом было все хуже и хуже, и мы уже, когда уже 21 или 22 серии, мы отсняли, экспериментировали там даже, разное делали. Ушли на паузу, потому что по телевизионным меркам, я думал, лето это мертвый сезон. И мы говорим, ну, наверное, в интернете тоже мертвый сезон. А люди отключают интернет, уезжают на сдачу. Да, на самом деле нет, мы потом поняли это, хотя мы 3 раза еще наступили на эти грабли, и поняли, что нет, каникул никаких нет, надо снимать, снимать, снимать. Ушли, и в это лето мы думали, блин, надоело, что-то не то, а что снимаем, время тратим, а вот это вон то. Ну, то есть после первой серии мы подумали, давай это стабильно будем снимать. И вот уходили, собирались через неделю, нет, дожмем, и вот это вон то. Ну, вот второй сезон мы стартанули, и у нас очень хорошо пошел, мы немного поменяли концепцию. И сейчас, читая комментарии, которые были тогда, я думаю, как мы не закрылись. Терпение, да, нужно. Много было хейтерских комментарий. Ой, вообще меня хотели встретить, мне там хотели меня избить, мне говорили, уберите этого хача, да что за фигня. Ну, было неприятно, конечно, причем грустно от того, что из 100 комментариев 99 говорят молодец, а один пишет, напишет, говнище, и ты ходишь только про этот комментарий, думаешь. Ну, так происходит, и были встречи, приезжали большие каналы, там Лиз ТВ приезжали, и они говорили именно эту мысль, и я говорю, да, почему так происходит. Да, в самом начале терпения нужно набраться, но если ты делаешь то, что тебе нравится, хочешь дожать, ну, придет. В первом ролике, вот эти 500 тысяч, это было сразу вот такое соотношение, там, половина России, Украина, или это было? Нас репостнули сразу большие паблики, там Vine Video, ZTB, ZTB нас репостнули, наверное, они первые сделали репост, и уже остальные от них, и это, ну, пришло это на третий день, там, первый день 3 тысячи просмотров, мы думали, ого себе, потом... Это же 3 тысячи людей, это же... Да, 3 тысячи, потом 10 тысяч, и на третье утро мы встали, и у нас 250 тысяч просмотров за ночь, так, ву-у-у-у. Я не знаю, какая аудитория тогда была, ну, наверное, разная. Казахстана все равно было мало, но, тем не менее, через уже 5 дней ко мне по WhatsApp присылали мое же видео, и говорили, о, вот так вот. Это классно, наверное, с чего. Причем с разных сфер, и люди, бизнесмены, и... Это ссылки тебе присылали, или уже скачанное видео? Скачанное, скачанное. А вот это, кстати, нигде же не фиксируется, это какое количество... Но YouTube считывает, YouTube считывает все равно какую-то активность, ну, то есть все это в совокупе, все берется, и как-то 3% здесь, 5% отсюда, 1% здесь, в итоге вот тебе 30% просмотров. Скажи, пожалуйста, с какого момента у вас началась монетизация каналов? Ну, когда это стало работой, я так понимаю, поначалу это был такой фан такой, как бы, да? После первого видео уже через неделю к нам начали проситься партнерки, они говорили, давайте заключим, давайте заключим, но так как мы были чайники, я бы даже сказал, в итоге оказалось не просто чайники, а лохи, мы заключили с партнеркой с одной, где было соотношение просто отвратительное. Какое? Там было 90... 80 на 20. А с местной какой-то? Нет, у нас тогда местных не было наших партнерок, это сейчас уже появились, и сюда зашли, украинская партнерка есть уже офисы, и мы заключили, мы думали 80 наши, а 20 их не, может, создаем? А потом только, я говорю, смотри, сколько вот, типа, деньги есть, а почему столько присылают? Я перечитав, мы говорим, а, оказывается, 20 наши, и мы потом рассорглись с ними, очень долго добивались. Ну, то есть, сразу от рекламы, от монетизации именно ютюбной, вы уже стали получать какие-то деньги? Ну, это были серьезные деньги или это было такое? Нет, это до сих пор не серьезные деньги. Нет, а я имею в виду, когда вы уже стали привлекать рекламодателей, это стало, скажем так, бизнесом? Ну, или бизнесом, или серьезной работой? Мы хотели это уже где-то, наверное, на пятом ролике. Ну, и, естественно, мысли были, что мы будем что-то рекламировать, были наши позиции, не все рекламировать. Ну, вот, как раз вот этот вот первый сезон 22 серии, мы рассылали всем, готовые, но никто не хотел, это было новое. Да. Все были еще только на телевидении. И агентство, и бленду тогда так не рассматривали. Все только рассматривали рекламу на телевидении. Ютуб, да зачем ты что? Это сейчас уже все многие здесь. Ну, вот мы были такие ломоносовые, это было очень сложно было. И вот поэтому первый сезон прошел, мы говорим, блин, давай, все, закрыли. Нафиг, давай что-то, и потом опять собираемся, дожмем, дожмем. И появился у нас партнер, первый наш появился, это из России. Из России, я не знаю, можно говорить, можете запикать. Да, нет, почему? Была компания Suprotec, и мы к ним пришли, и он нам сразу так же сказал. Он тогда работал уже. Тоже ему предложение выставили? Нет, они сами пришли. Просто увидели ваш канал и пришли сами. То есть бренд или агентство? Это нет, это компания. Да, но я к вам вышли напрямую. Напрямую, коммерческий директор напрямую написал, позвонил. И мы такие обрадовались, и круто было. И мы когда приехали... Он запрашивал статистику, да? То есть он понимал, что в России тоже смотрят? Нет, ничего не запрашивал, он смотрел просмотры. И у них там по-другому отношения. Мы когда встретились, он сказал, Кирилл Александрович, он сказал, я не жду, что ты сейчас снимешь, и все как побегут ко мне. Твоя аудитория через пять лет ко мне придет. И вот именно сейчас пять лет проходит, и я понимаю, что он был прав, потому что мы сняли для них, в итоге мы полтора года, каждый вторник мы снимали с ними ролик. Ну, мы съездили в Питер, нам рассказали про продукт, мы говорим, погнали. Потому что до этого мы сказали, ну давайте посмотрим. Даже первая реклама, даже ой, хоть какие-никакие деньги, я просто понимал, что мы, это начинается наше лицо. И мы начали рекламировать, мы, конечно, отгребли столько хейта в первый ролик, и мы тогда думали, нет, давай хотя бы раз в месяц. А это когда примерно произошло, сколько у вас было там подписчиков по времени? Раньше у нас было, наверное, когда они у нас появились, а, у нас было 80 тысяч подписчиков, но просмотров было каждую неделю стабильно набирало 500, 600, 700 тысяч, то есть за неделю вот так набирало, видимо, это их и привлекло. Канал маленький, просмотров много, и мы понимаем, что это значит хорошо. Сейчас наоборот, у нас просмотров чуть-чуть меньше, а канал большой, но мы с этим что-то сделаем. Ну, все равно мы продавили, мы продавили каждую неделю, мы все равно выпускали, мы придумывали шутку с этим продуктом, и это устраивало. Ну, а примерно по времени, извини за настоячивость, с открытия канала с первого видео до того момента, как вы заключили договор с Субпротеком, примерно, сколько времени прошло? Скажем так, сколько времени в вашем случае пришлось терпеть безденежье какой-то? Да можно это посчитать. Мы в феврале запустились. Какого года? 14 или 15? 15. 15 года в феврале мы запустились, и уже где-то в октябре мы начали с открытиями. В этом же году. Да, в этом же году. Ну, то есть, тогда эти полгода казались не крутые, поэтому это возвращение к терпению. Но сейчас, ты понимаешь, да, у нас все было хорошо, чем мы вообще-то... Через полгода уже, да, нормально было. И тогда он нам сказал, говорит, это не вы мне нужны, это я вам нужен, потому что как только я у вас появлюсь... Да, прецедент, да? Да, и пойдет. И мы запустились, и уже через два ролика нам начали звонить другие компании из Казахстана начали звонить. Они еще к тому же смотрели и понимали, как это можно интегрировать, да, в том числе? Да вот в этом-то все и грустно, что нужно, типа, прорекламируя свое рекламное место, и такие вот наши такие, о, а что так можно было? Ну, вот так вот происходит. Грустно, конечно, и, ну, что теперь сделать? Жизнь такая, это уже становится историей. Да? Ну, потом все пошло-поехало, и мы даже уже потом отказывались от рекламы, от много рекламы отказывались, потому что она была, ну, не для нас, не хотелось обманывать зрителя, ну, не хотелось. Понятно, что есть банки, и везде практически банковская система, она одинаковая. Мое первое, я говорю, я не буду рекламировать ипотеки. Если у вас есть какие-то штуки, которые классные, ну, вот мы отработали там с Форте-банком, и они рассказывают, говорю, ой, это же прикольно. Я говорю, а я вот, допустим, не знал, и мы это рассказывали. То есть мы выбираем, что будем рекламировать, что нет. Ну, вот эти полгода расходы, скажем так, по продакшену, если вы сами, как бы. Это же, опять же, к оптимизации. Да. Да, что там камеру. Сначала мы роликов, наверное, 10-15 снимали, брали у друга камеру. А монтировать, ну, я сам там по КВНу научился в Адо Премьере. И потом Таира научил, ну, то есть он сам научился. Ну, я ему подсказывал, а он потом в итоге сам. И потом мы уже в две руки начали монтировать. А по съемкам не сильно дорого было. Потом мы уже начали заморачиваться, конечно, и по реквизиту, и по всему вот этому. Ну, вот у Адо Седана, я так думаю, достаточно трудоемкий был. В принципе, самый такой, один из самых успешных. Ну, он был такой самый первый для нас, который просто разорвал вообще фламину. И он нам принес 50 тысяч подписчиков за неделю. Постоянные клиенты, обожаю вас. А если эта девушка радуется глаз, ставить в любую точку, даже в точку джигла, на применях себе расположи. Кетка и жилетка, дешевый телефон, в пепельнице мелочь, кожаный салон, ну и вот начинка, усы и борода, сядут к нему в тачку всегда. Ну, он тогда прям везде будет. Везде будет, да. Я получил мессенджерах его и все это. У нас, честно скажу, наверное, роликов 10, которые из наших 150 роликов, роликов 10, которые вот так разорвали и присылали к нам обратно. А остальные стабильно, стабильность в Ютубе тоже очень важна. Что сейчас Русик просирает. Слушай, расскажи, пожалуйста, о команде, которая была сначала и вот кто и все это начинал. Да, был я, был Таир. Все поводаться? Так получилось, так получилось. Это не специально. Был я, был Таир, потом нам нужна была вот как раз в первом ролике девчонку, говорит, Райка же здесь поводар. Я говорю, о, давай. А она тоже поводара, да? Да, это потому что кого позвать, кого там, потому что такой номер был. Кто позвать, может быть, кто в соседней комнате живет? Да нет, там просто такой неудобный номер был, там типа, это же 50 оттенков серого, и типа она играет журналистку, и вот она там то с пассажиром, то со мной, то с гаишником. Неудобно было кому-то предлагать. Да это же лайка своя же. Вы активно ее в обложках как бы хорошо? А потом она уже все стабильно, стабильно, и вот она уже постоянный актер в нашем коллективе. Ну вот на экране настроя есть еще Илья, был в самом начале и другой Илья, но как-то все, караван в пути выпрямился, и в итоге остались Таирка, Илья, я и Райка. Потом Райка уехала в Москву. Сейчас есть огромные перемены в коллективе, но жизнь, караван продолжает идти. Давай вернемся к таксисту Русику, начало. Вот, то есть, ну смотрите, то есть вы пилите видосы, скетчи, все нормально. Эта идея почему произошла? Потому что ты до этого на телеке тоже занимался этим, то есть скетчкомы, сериалы, какой-то, можно сказать, какой-то естественный шаг развития или нет? Честно говоря, я видел, как создаются скетчкомы, я видел, сам я никогда ни одной серии не писал, но я посмотрел много сериалов, и у меня возникло в голове говорит, да ведь я сам могу это делать. Ошибочное мнение, а потом, когда ты начинаешь создавать, ну это сложно. Да просто мы начали, да давай попробуем, давай, это ведь YouTube. Понравится, понравится, не понравится, не понравится, и мы все наши 13 серий, у нас мы переобувались, там что-то делали, дописывали, переделывали, у нас даже седьмая серия, мы ее сняли, ее распяли наши зрители, мы говорим, давай еще одну седьмую, давай. То есть вы ее сняли, выпустили? Выпустили, она пожила какое-то время. И что ее, захейтили? Ну, сказали, что это не нравится, хотя мне нравилось, но сказали, нет, ну нет, так нет, давай ее скроем, скрыли, продолжаем, заново седьмую. Тема хорош YouTube, на самом деле. Ну, этим и хорош YouTube. Мы же не знаем, может быть, ты сейчас нам рассказываешь, на самом деле у тебя 10 седьмых серий. Да, может быть, да, может быть. Двучасовская версия, которая двухчасовая. Ну, вот, просто мы касательно, я понимал, что я могу это написать, но... Ну, то есть это был только как творческий вызов, просто это было еще одно интересное движухо, которое можно было, ну, как бы, заняться. Я, конечно, недоволен тем, как все это прошло, хотя многие говорят, да круто, все классно, и по просмотрам, все хорошо. Ну, мне, в принципе, все понравилось. Ну, в голове как-то все по-другому лежало, более идеально. А, ну, это всегда так, ты знаешь, что это. Ты знаешь, мне вот такое наблюдение, как видишь, я еще не сделал ни одного веб-сериала, хотя об этом 4 года говорил. И у меня такое наблюдение за YouTube, ну, как бы, за известными ютуберами, что в каком бы формате люди не занимались YouTube, рано или поздно они хотят снимать сериалы. Ну, мне вот, у меня какое-то такое ощущение, что вот там взять там поперечного, я не знаю, может быть, и дуть, скоро он уже документальный фильм снимает, по-другому, как и главухи. Понятное дело, что у тебя это, в принципе, естественно, такое, ну, то есть, это все равно скетчком это тоже и главуха, да, то есть, ну, это все равно вымышленные образы, сценарии, в любом случае. Это, знаешь, как, когда мы начинали, и тогда было мнение, что каждый блогер, каждый ютубер в определенный момент вдруг начинает петь. Вдруг начинает. Да, мы тоже сняли пародии, потом такие, не, опять мы не будем, не, не будем, все так говорят, а потом говоришь, а может быть, давай что-нибудь будем делать свои авторские песни. Также и здесь, ну, скетчком, это трехминутная, пятиминутная серия, сериал, веб-сериал, ну, тем более, он набирает обороты, веб-сериал очень мощно набирает обороты, и людям нравится, и тот же самый, как бы не был сделан таксист-трусик начало, но он нравится, и мне сейчас пишут, где продолжение, где продолжение, ну, мне кажется, в ютубе какие-то вещи, которые, возможно, визуально тебе, ну, не визуально, либо по содержанию, тебе не нравится, в ютубе же очень много, как бы, прощаются, там, грубо говоря, там очень просто, там все, то есть интересное, значит, интересно, как бы. Ну, в любом варианте, построение, написание сценария, о котором оно есть, и догма, и ни вправо, ни влево, конечно, креативу нет предела, но есть все равно какие-то законы, все равно в сериале, оно должно чем-то начаться внутри развития, чем-то закончиться. Ну, это отличие основное от скетчкома, да? Да, это, ну, это в любом варианте, а играться именно в ютубе можно гораздо больше, чем на том же телевидении. Почему? Потому что вот есть ютуб, ты посмотрел, ты тут же пишешь комментарии, ты тут же показываешь свою активность, ты тут же, либо кто-то пишет хорошо, либо кто-то говорит, что за говнище, я только что посмотрел, это вот реакция. Что за говнище, я полностью посмотрел, да, почему я смотрел это до конца, вот это все. Что со мной не так? Да, и поэтому здесь играться можно в ютубе побольше и поле пошире. Мне это нравится. Вы в своих сценариях, скажем так, или в задумках ориентировались на те комментарии, которые, ну, кроме вот седьмой серии, которые... у нас каждая серия была написана, чтобы все понимали, мы заливали во вторник, среду-четверг читали комментарии, смотрели активность и понимали, куда зритель хочет и как ему мы... и уже там мы в пятницу, к концу четверга, мы начинали понимать синопси следующее. У нас не было ни по телевизионному. А, да. Вот здесь... Вы одну серию отдельно снимали, да? Да. Мы понимали, что к чему должно прийти, вот как раз по вот этим всем законам. А как это должно будет приходить? Мы это все писали в течение недели, там пятницу, субботу писали, воскресенье планировали, снимали что-то, в понедельник до съем. У нас во вторник бывает так, что в восемь часов вечера в девять заливаем, а у нас мы еще монтируем последние сцены. Я говорю, давай рендер быстрее, в девять мы обещали, но было, что мы иногда задерживали. Но наоборот, это по мне, это очень тяжело, это... Слушай, ну а там было так, что, например, в девять, например, вы обещали и где-то в комментариях они пишут, где эти... Офигеть. Ну слушай, это прикольное чувство. Такого на телевидении ты не используешь. Вот именно это и называется вот это состояние в Ютубе, что ты всегда онлайн, ты всегда вот ты всегда активен, ты всегда знаешь своего зрителя. Телевидение же как? Ты написал 30 серий, пошел заниматься другим проектом, они там идут. Ну тоже хорошо. Я говорю, ну я так больше не буду снимать сериал. Ну слушай, ну вот на этом американский, почему вот эти сериалы американские часто называют шоу, ну то есть не сериес, а шоу как в Netflix, а вот, например, каком-нибудь NBC, потому что, ну если видел некоторые сериалы, там эпизоды, например, такие, там про это, там сценаристы сидят и то, что ты рассказываешь. У них просто вся готова, локации, вся готова. Они сидят, выпускают, выходят серии, они смотрят и потом пишут ее неделю. То есть неделю, там три дня пишут, на четвертый день она снимается, ну как типа друзья, вот так бы писал. Потом она опять монтируется и условно как в воскресенье выходит и каждый раз они смотрят, как они могут смотреть. то есть там, я не знаю, как они начнут письма там. Это же все равно какая-то активность от зрителей есть, от телевидения все равно. Интерактив такой, да? Ну, это вот я знаю пример Lost. Вот сериал Lost. Вот самый главный актер, вот этот парень, он по сюжету в третьей серии умирает. Но он почему-то понравился зрителям, они переколбасили сценарий, оставили. Слушай, ну это какая мотивация для актеров. Ну это круто. Представляешь, ты визитическую роль должен играть так, чтобы зрители тебя оставили. Просто когда знаешь, и когда ты знаешь вот такие истории, нужно всегда понимать, когда ты берешься за какую-то работу, зная, что карьерный рост всегда возможен. Даже, несмотря на мнение продюсеров, если ты нравишься зрителям, продюсер хороший, может он тебя ненавидит, но он делает продукт, он говорит, давай вернем. И либо наоборот, ты такой пришел, звезда, звездища, и понимаешь, что на второй серии ты никому не нравишься зрителям. И продюсер, давай его уберем, потому что деньги затрачены на продукт. У нас, конечно, на телеке это только сезонами можно. Вот, я про это говорю. Слушай, ну смотри, вот как ты говорил оптимизационно снимать скетчи, снимать сериал все-таки по-любому это и дороже, и затратнее, и по времени, и по фокусу. Я тоже смотрю, как подойти. Либо, вот ваш сериал, сколько у вас было серий? 13 серий. 12, да. 13 серий было, и мы... 15 минут, да? Где-то, да. 15, 12, 11, какие-то 18. А ты считаешь, ну вот уже после опыта, какая, какой хрон оптимизация? Я думаю, 14-15 минут это достаточно. Вместе с заставками, со всеми титрами. 15 минут, ну он, собственно, веб-сериал и подразумевает под собой 15 минут. Это вот он и есть, веб-сериал. На телевидении там 25, да, кажется? 23, да. Ну смотри, получается вы 13 серий по 15 минут сняли, ну вы их снимали тоже по каждую серию, да? А, вы, то есть ты говорил, что снимали вообще все серии, то есть каждую отдельную. Вообще все серии, отдельно. Были у нас наметки, я говорю, вот этот номер по Любасу будет, он смешной. Давай, ну мы сегодня на этой площадке, давай ее снимем для следующей серии. Она же будет? ну это было, наверное, раз пять. Понятно. Ну а каждую серию сколько вас занимало? Дней там, дня два, три? По съемке? Да, по съемке. Два дня. Два дня у меня операторы, монтажеры, они все говорили, РУС так не делается. Я говорю, а мы будем делать? Я говорю, давай пересъем. Я говорю, нормально было. Ты был режиссером, да? Ну, сценарист и режиссером. Это, конечно, тоже не очень, но, ну да, был и сценарист, и режиссер, и режиссер. Сценарист вы писали с Таиром? В основном, я писал, но с Таиром мы там иногда добивали, иногда добивали. что-то, вот так вот люди, которые искушенные сериалами, посмотрят, мой сериал скажут, что за говнище. Ну, вот так вот, я, по крайней мере, так могу сказать. у этих людей узнать, у них есть 500 тысяч просмотров, например, на этих сериалов. Да ведь это же не показатель, неважно, многие говорят, да ты, многие в комментариях, да иди сними такое же. Зачем? Он тоже зритель. Я же ведь снимаю, это же не значит, что теперь все мои зрители должны создавать такой же контент и не имеют права писать свое мнение. Я люблю критику, если она конструктивна, если вот типа говнище всякое, ну, такое я даже не обращаю уже внимания. Ну, я просто про то, что разговор, сравнивать телевизионные сериалы с веб-сериалом, это такая штука, и в ту, и в другую сторону, скажем так, несправедливо там, например, какой-то сериал, снятый для телевидения, который имел высокие рейтинги, но малые просмотры в Ютьюбе, например, сравнивать с твоим сериалом, так и наоборот, по содержанию сравнивать, опять-таки, по бюджетам, по целям, что в общем-то... Это знаешь, я говорю, что зритель-то один, но на разных площадках один и тот же зритель по-другому реагирует. Допустим, какие-то вайны в Инстаграме рвут, прям набирают просмотры, а в Ютьюбе... Хотя один и тот же зритель, я сижу в Инстаграме, я сижу в Ютьюбе, но я захожу в Инстаграм с одним настроением, а Ютьюб я включаю уже с другим настроением, и поэтому... В Ютьюбе ты настаиваешься на более долгие просмотры. Да, на более долгие, то есть, ну, либо наоборот, он здесь не заходит, а в Ютьюбе он порвал. Кстати, а почему, например, ну, в основном, все у нас в Казахстане все пошли вот в вайны, в Инстаграм, почему ты... Ты был там в Инстаграме, или ты сразу захочешься? Мы начали, мы начали Ютьюб, мы начали Ютьюб, причем до появления вайнеров, я говорил тогда, говорю, слушайте, давайте 15... Тогда еще 15 секунд было, я говорю, давайте, говорю, в Инстаграм 15 секундную шутку выкладывать. Шутку, ну, по КВНовски, тогда не было слова вайн, шутку, просто ситуацию, и пару раз я это сделал, и это порвало, потом уже появились вайнеры, и я такой, смотрю, идиот, что ты не продолжил? Ну, сейчас об этом кричать, ну, ну, жалко, что я не продолжил, но мы начали в Ютьюб, а потом... Но в итоге-то все инстаграмщики пытаются выйти на Ютьюб, не у всех получается. Ну, да, удержание аудитории на 5 минут гораздо тяжелее сделать, нежели на одну минутку. Ну, я просто так же, как мы говорили о том, что у каждого блогера известного какой-то, мне кажется, следующий шаг, все стремятся сниматься, ну, снимать веб-сериалы, так и у наших инстаграм, ну, вот, известных, как правильно, блогеров, вайнеров, у них у всех, в принципе, все хотят в Ютьюбе. А они сейчас... Это такое естественное тоже продолжение их деятельности. Ну, сейчас появилась в инстаграме IGTV, где теперь можно и долгие запиливать видосы, но, я не знаю, может быть, будет когда-то конкурировать, но пока все-таки это не конкурент, ну, я считаю, не конкурент, но вайнеры уже снимают сериалы минутные, они дают сюжет, ведь тоже, да давай будет серия, сюжет, маломайский, небольшой, но что-то начнется, хоп, в конце, крючок на следующую серию, и это хорошо заходит, и люди уже пишут, давай следующий, давай следующий, все меняется, и скорость, тоже у людей хотят быстрее все, развитие сюжета. Расскажи, пожалуйста, сейчас, какой у тебя план, то есть, что ты, чему ты хочешь больше отдать своих усилий, скетчем, ну, роликом, снять там веб-сериал, что будет с образом твоим, смысле? Сейчас я хочу, если раньше я на свой канал смотрел, как это канал, только скетчевый, здесь либо появляется новый образ, сейчас я хочу сделать из него бардак, я хочу на нем вести не автоблогин какой-то, и хочу рассказывать людям про стройку, и будут образы другие, и интервью я хочу брать, но я хочу сделать из него какой-то типа топ-5, вот это вот, типа таких каналов, где разные, все разные, потому что иногда приходит мысль, смешного скетча, и мы такие, блин, а как его в таксиста-русика засунуть? Иногда получается, иногда получается коряво, было бы лучше взять площадку и снять ее, чем, допустим, допустим, возникнет номер, связанный с официантом, и мы такие, блин, а давай ему просто официант едет, и теперь он не показывает этот юмор, а рассказывает о нем, и это, конечно, тоже весело, можно такой выход, но лучше было бы взять, приехать в кафе какое-то и показать смешные штуки с официантом, допустим, ну, поэтому хочется какой-то упорядоченный бардак сделать на канале, сегодня такое настроение, хоп, сняли, завтра такое, сняли. Но с веб-сериалом, это же так, это же надо все равно продумывать сезонами, это же не может, будет сериал, ну, естественно, сериал, он будет более-менее продуманный, скетч-шоу будет более-менее продуманный, в котором будут там постоянные линии, и будем пробовать менять, не знаем же, вдруг эта линия смешнее, чем та постоянная, ты втеоретизировал. Никто даже не мог понять, подумать, что таксист-русик разорвет, потому что на телевидении, как мне руководители говорили, убирайте эту линию, она не смешная, она... А, то есть, таксист-русик, это была часть тоже, как в нашей Раши, то есть, одна из линий скетчей была... Да, и она не нравилась, она была типа самая слабая. По мнению кого? Руководителей, или это был низкий рейтинг? Они же не могут внутри программы увидеть, что таксист-русик... Я не знаю, как считаются вообще рейтинги на телевидении и на радио, я этого не понимаю. YouTube, все понятно, зашел, о, вот на 12-й минуте зритель пришел, ты смотришь на 12-й минуте. У нас были такие серии, где райка. Она эффектная, симпатичная, красивая, с пятым размером, это нравится в итоге. И у нас вот так зритель, по серии вот так, уходил, приходил, и мы понимали, что он перематывает. Он перематывает на раю. Я понимаю, что раю нравится. Значит, здесь юмор. Есть были номера, где стабильно все, я понимаю, что о, вот здесь было смешно, еще и райка есть, и смешно, и рая. Ну, то есть, вот здесь я могу посмотреть и посчитать точный рейтинг. А телевидение, я не знаю, как они сказали, вот на таксисте Русики зритель уходит. Ну, то есть, в принципе, если бы ты бы сам про себя снимал сериал и писал сценарий, то у тебя есть хороший драматический ход. То есть, таксист Русик сначала был на телевидении, потом его там не оценили. Мы тоже так думали, потом думаю, ну, там все равно все срастется в оскорблении. Нет, я просто как бы, по драматургии, то это хорошее такое начало, то история, с чего все началось. Мне вообще нравится вот этот драматургический ход, когда из грязи в князе, когда человек никто, его никто не любит, он потом хоп, как все доказывает. Ну, мне на это нравится. Да. Ну, это мотивирующе для меня хотя бы. Слушай, ну смотри, сколько времени еще не выходит нового видео на канале? Четыре месяца сейчас у Руслана стройка. Почитал? Почитал. Просто последний раз сегодня уже. Рус, где видос? Уже четыре месяца нету. А так, да, я читал комментарии, я боюсь сюда заходить. А вам ждут с чего угодно, только там, вы выйдете в прямом эфире. Ну вот не хочется снимать чего угодно, поэтому я сильно замороченный. Но ты считал, сколько ты денег потерял за эти четыре месяца не публикуя в виде? не приобрел. Да. Не приобрел. Нет, не считал, но финансовая стабильность ушла. Ну, стройка началась, ребята. Стройка иногда, вот она меня просто выбила из колеи. Но, ничего, вернемся. Понятно. Ну, у тебя большой план какой-то, да, Да, у меня большой план. До следующего года? Большой план. Или с телевизионного осеннего сезона? Мы сделаем ребрединг канал, он не будет называться «Русик ТВ» будет называться по-другому. Ну, чуть более серьезно, может, там как-нибудь. Да. Ну, не знаю, насколько это спасет опять же YouTube. Не зайдет? Да, давай обратно вернем. Давай. Ну, смотри, вопрос такой, а как ты вообще видишь вот будущее, ну, скажем так, веб-сериалы? Вот у меня отличное ощущение такое, что, или, может быть, я так много интересуюсь с этой темой, я просто общался там в России, в Украине, у меня такое ощущение, что вот, знаешь, в какой-то степени как с музыкой, возможно, что в Казахстане будет, так как нас никто не ограничивает здесь, в отличие от России и Украины, то есть, в отличие от телевидения, где мы ограничены бюджетами, например, или там количеством рынка и так далее, то YouTube не ограничивает никого, то есть, любой человек из маленькой страны, из другой города может это делать. У меня такое ощущение, что возможно, что у нас будет прям целая волна веб-сериалов прямо из Казахстана, который и на казахском, и на русском языке. У меня вот просто такое ощущение, в общем, запусков будет много. Вообще, сейчас в Казахстане контент на казахском, он рвет, ну, ты сам видишь, когда видосы попадают в тренды, ну, это хорошо. Но это же в том числе, если даже на казахском, это в том числе, если же люди начинают заниматься этим, как сказать, более углубленно, они могут сделать там на русском, либо на казахском, ну, там, вот. Самое главное, это обратная связь. Если обратная связь есть, то у тебя это вдохновляет делать следующее. Если его нет, то у тебя это удручает. Да, будет волна, все переползает. Если раньше скейт-шоу были очень популярны, а сериалы нет, и когда я переехал в Алмату, и тогда уже вышли разговоры, что скоро, на телевидении тоже была такая волна, что скоро все будут сериалы, потому что раньше на телевидении были только какие-то программы и большие полные метры. Сейчас вообще одни сериалы, везде сериалы. Это тенденция не только в Ютубе, это, наверное, везде. Но Ютуб, как одна из площадок, на нее это тоже волна придет. То есть, она уже, уже Ютуб в этой волне. Уже и полные метры некоторые люди смотрят в Ютубе. Ну, неизбежно это. Ну, а как ты видишь сам свое, например, свое участие в будущем, скажем так? То есть, ты собираешься дальше делать, ну, то есть, производить, скажем так, формальным языком аудиовизуальные произведения? То есть, это игровуха, да? Это, ну, не хочу планировать. Конечно, есть какая-то там маломайская стратегия, но не хочется мне смотреть далеко. Почему? Потому что может все пойти по-другому, а у тебя такой план уже, выстроился, это такой, и иногда ты запутанный, говоришь, нет, идем по плану. Хотя нужно сказать, нет, сворачиваем быстрее сюда. Ну, Ютуб так, это вот как вот на телевидении написал 15 серий, и пока они не закончатся, ты не можешь свернуть. А здесь есть возможность свернуть. Иногда нужно это делать, не нужно тебе вот, как баран уперт, нет, вот так вот. Нужно иногда сворачивать, поэтому я туда далеко, но в общем плане, да, буду снимать. Ну, то есть, ты видишь, будешь создавать, то есть, будешь креатором, скажем так, опять-таки, ну, будешь в кадре. И в кадре буду, ну, первое время буду в кадре, и потом будет появляться новые там актеры, новые члены команды, которые будут создавать уже свой отдельный продукт. Сначала здесь, быть может, они скажут, я хочу свой канал, да, пожалуйста, открывай свой канал, мы поможем всем, чем можем. Главное, чтобы между этими людьми, мной и вот этим человеком, случилась химия. Это очень важно в отношениях. Случилась химия, где ты творишь творчество, играя в пинг-понг. Я даю одну мысль, он говорит, а если ее вот так, а ты вот так, и пошел. Ты придумываешь в итоге это на какой-то с 13-го захода, с 30-го захода, такой, о, точно, давай вот так. Слушай, ну вот этот вот пинг-понг, мне все-таки такое ощущение, что это чистая лексика только КВ-чиков, по-моему, бывших. Просто я слышал их только о бывших КВ-чиков. Ну, наверное. Но КВ-н никак, я даже по КВ-ну у меня и образ жизни. КВ-н уже как мы играли. Ну, то есть для тебя это ты продолжаешь играть КВ-н, просто другая форма. Как бы миниатюры, видео-миниатюры. Наверное, да, я все равно думаю про КВ-н, я понимаю, что если ты берешь какую-то идею, в ней должен быть ход, ты должен, чем-то должно закончиться, не может так, как многие сейчас вайнеры, они начинают, и она вовп заходит. Только заходы есть. И все, да. Бывает так классный заход, а как бы... А точку, я по КВ-н говорю, блин, была бы точка, вообще была бы. Есть вайнеры, вот типа там, кулик, у него начатое, законченное, и еще в описании понятно о чем. Это он КВ-нчик. Ну вот он КВ-нчик, он знает, как должно... Не может ты чем-то начаться, и потом хоп, логически закончить, и все такое, а где смеяться? Или, ну, внутри смешно, а в конце точки нету. Я по-КВ-н вски все равно, ну, как я полжизни я в КВ-н играл, это невозможно это взять и... Слушай, ну, а вот если брать вот узнаваемость, скажем так, то есть узнаваемость, вот эта жизнь в КВ-н, оно на телевидении, и когда ты стал, условно говоря, таксистом-русиком, что сильнее? И помогает это вообще? Когда играл в КВ-н, узнавали, как КВ-нщика. Ну, много времени нужно было пройти, много игр сыграть в разных городах, чтобы тебя узнавали, как КВ-нщик. Узнавали тогда, как КВ-нщик. Когда появился таксист-русик, узнают теперь, как таксиста-русика, 90%, ну, и кто-то скажет, что ты в КВ-н играл. Но, узнавать, как таксиста-русика, стали чаще, быстрее, то есть резко. Популярность пришла быстрее. но это опять же, это не значит, что ты теперь, каждый должен бежать, снимать что-то в YouTube, чтобы приобрести популярность. Все-таки нужно, я считаю, контент более, я не говорю, что у меня там контент такой мощный, поэтому мне так легко. но тем не менее, нужно снимать что-то, которое людям нравится. Ну, вот. Понятно. Мне YouTube нравится больше. По деньгам больше, по популярности больше. Вот так. Рус, расскажи, пожалуйста, вот по своей аудитории, по возрасту какая-то. Ну, мы поняли примерно уже с географией, да, что это там, примерно половина Россия, на втором месте Украина, потом Казахстан. Ну, по возрасту у меня самый большой, большой зритель, это 18-25 и 25-35. То есть, я вообще... Мужчины 80% да, так говорили? Там 63%. Ну, короче, оно меняется. Я вот сейчас могу завтра зайти, оно поменяется. Потому что YouTube алгоритм не как в Instagram, оно сегодня вдруг какая-нибудь моя серия, которая называется Body Art, ой, да, Body Art была у нас серия. Вдруг где-то прошел чемпионат мира по Body Art и всем это стало интересно и вдруг начали смотреть девчонки и хоп, они подписались. Кто-то... то есть, вот так, YouTube поисковая система другая, нежели в Instagram. Возраст вот такой, хотя кажется, что меня смотрят дети, но и дети смотрят. И взрослые, как-то мы ударили в огромную аудиторию. Сейчас YouTube взрослеет, поэтому... YouTube, да, только подростки взрослеет, Но вот отношения... Агентства, рекламодатели? Рекламодатели, да, все. Я боюсь, знаешь, чего вообще всегда, когда я сталкиваюсь с рекламными партнерами и на телевидении там с руководителями, я всегда боялся и боюсь того, что сейчас я в тренде. Я лицо, я знаю аудиторию свою лучшее. И когда ко мне какой-то партнер заходит и говорит, нам нужно вот это, вон то и вот так вот. Я говорю, нет, оно так не пойдет, мы можем сделать вот так. Он говорит, нам это не надо, я говорю, но тогда мы проиграем оба. Потому что то, что я сниму, как вы хотите, это не зайдет. А раз оно не зайдет, оно не наберет просмотры. Тогда вы проигрываете и я проигрываю. Поэтому, если вы ко мне обращаетесь, доверяйте мне. Я, конечно, выслушиваю все ваши пожелания и стараюсь их сделать, донести информацию в своей манере, в своей. То, что я понимаю зрителям. Я понятно, что я его не понимаю на 100%. Но, по крайней мере, я же ведь это делаю. Я знаю, где какой ролик зашел, почему он хорошо зашел, а почему этот плохо зашел. И поэтому, я всегда боюсь, вот это, на телевидении, как это было, когда понятно, что руководители, они все взрослые. Не может быть там какой-нибудь 25-летний парнишка и говорить, да, конечно, давай вот это сейчас. Он взрослый, у него свое мировоззрение. И он говорит, надо вот это, а ты говоришь, ну нет. И он тебе начинает навязывать, продавливать, говорить, сюжеты эти неинтересные. Ты, как я, снимаю ролики, мне мама всегда говорит, Руслан, какую-то ерунду ты снимаешь. Ты лучше сними, как медицина у нас, какая дорогая. Почему пенсии такие вот у нас. Ну вот у нее такое мировоззрение. И это не значит плохо. для нее тоже есть какой-то определенный контент, но ты делаешь немножко на другую аудиторию. Ну да. И я говорю, ну я сейчас это снил, мне скажут, ты что, дружок, ты больной что ли? Вот и все. Если я понимаю, что моей аудитории интересный автоблогинг. Они мне об этом тысячу раз писали. Рус, сделай автоблогинг, вот это, машины, обзоры машин. Я в них не шарю. Но я понимаю, что это надо. И мне это хочется делать. Я понимаю, придумываю схему, как я могу это все, чтобы гармонично. Не могу врать про машины, чтобы мне написал Жекич Дубровский, смотри, значит, Range Rover. Вот такие вот характеристики я заучено буду говорить. Я придумываю схему, как это будет. И скоро, может быть, это появится. Ну, наверное, вот в самой системе, грубо говоря, самой, скажем так, формуле, телевидение в этом плане проигрывает Ютубу, потому что, условно говоря, очень долгое время мнение руководителя канала, либо продюсера канала, оно, как сказать, является, ну, такой аксиомой. Последнее слово. Да, и как бы, аргумент такой, как рейтинги, он такой немножко отодвинут во времени, то есть, ну, ты запускаешь проект, сначала ты делаешь так, как хочет руководитель канала. Да. Если окажется, он прав, да, получается, у тебя будут высокие рейтинги, или ты его убедишь, что он не прав, там, и так далее. Если же рейтинги будут плохие, то непонятно, кто не прав. Может быть, ты, может быть, руководитель канала. Да, я не говорю, что взрослые руководители плохие руководители. Не, ну, понятно. Имеется в виду, это вот настроение поколения. Сейчас возьми 50-летнего и скажи, смотри, какой там Юфрейм или Джакасы сняли Вайн. Они такие, ну, это весело, это для вот этого возраста, для людей, им весело, у них же просмотры набирается, значит, это кому-то нравится. Комментируют же люди, пишут смайлики, там, радостные, калорутые. Это значит нравится. Все. Ну, какие претензии? юмор, это вообще такая тонкая вещь, которая, очень тонкая. я первых, нет ни одного человека, который бы признался, что он, что у него нет чувства юмора, хотя у него, возможно, нет чувства юмора. Да, то есть, каждый человек, что у него, считает, что у него есть чувство юмора, каждый человек считает, что у него есть чувство вкуса, и поэтому там мода, какие-то, это все в юмор это очень такие вкусовые вещи и поэтому один тот же человек может быть посмотрит скажет это не смешно но когда он пример если бы он это посмотрел бы в условиях там например полного зала например или в условиях когда ты уже знаешь что это все об этом говорят это очень смешно и ну такая очень субъективная такая вещь это по по любому контенту да вот в любом варианте ну потому что люди хотя сейчас хотя бы хоть какой-то развлекухи понятно там в ю тубе в тренде заходят в тренде чаще всего висят какое-то убийство какое-то дтп а если в этом дтп еще участвовал какой-нибудь там сын политиков это вообще разрывает если все это со страной связано и очень здорово что люди начинают этим интересоваться и это круто но дуть допустим юра дуть я считаю это развлекательный ведь это контент он из жанра развлекательного контента но и познавательный и он очень часто практически каждое его видео попадает на первое место в тренд в казахстане потому что каждая страна для каждой страны свой тренд в россии свои тренды у нас свои тренды и это круто вот развлекательный момент где необязательный юмор но разве куха у меня юмор я однажды себе сказал я не хочу лезть во что-то там политическое я ведь особо в этом не шарю мне я свое мнение я шут балагур скетчики юмор миниатюрки вот мои вот так и слушай ну вот я тоже у меня было видео на моем канале по поводу к венчиков которые когда-то ну вот когда вот я играл к в ну вот когда мы с тобой играли в квн тогда не было никакого ну в мое представление не было никакого будущего у кого и чека то есть я прекратил этим заниматься в том числе там не пытался выйти даже на телевидение потому что даже на телевидении тогда таких примеров глубоко и не было а сейчас произошла можно сказать за эти там 20 лет ну такая эволюция в которой каменщики я помню когда мы ездили москве новосибирскими ребятами общались они там работали редакторами которые подсказывают ведущему шуточки чтобы он шутил с аудиторией да а сейчас эти же каменщики они уже владеют огромными многомиллионными компаниями и возглавляют их вы теперь эти огромные медиахолдинге ну то есть каменщики по вашему счету победили победили но вот помнишь этот период и я сейчас потом расскажу еще про два периода когда там со школы кто-то поступает в университет и на ты такой играешь к вен и они такие первое время тебя сгорит а ты чё рус там занимаешься там бегущая в кого наградами а когда ты там выступил на первом канале и вдруг к веновское движение начинает набирать обороты и потом договоришь ты сейчас тем я группа венчик к венчик и потом все это это же вон к венчик также и вайнеры появились снимали видосики в instagram да это же вайнера сейчас мой тоже вайнеры и и тут также когда появился таксист русик то без чем часто где сейчас зарабатываешь сиделся оберну скетчем youtube а ты таксист русик да сейчас говорят ой ты же этот таксист руси да 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 нажмите он миллион подписчик все один аксист русик скобках а сколько у него выбить это все-все один раз да ты считаешь ты вернешься на телевидении вот два года назад я бы сказал нет а сейчас я понимаю что в совокупе все медиа и радио и телевидение если у тебя youtube instagram facebook вот это все совокупе дают хороший фидбэк хороший дает фидбэк но на телевидение я приду но с одним условием что я буду делать нужно в качестве кредита к авторитет что-то что я хочу который доказал что он знает что нужно людям да да что нравится люди чтобы не было такого рус это не то меня прям чтоб ты еще раз редактировали нет я не хочу я хочу заниматься кайфом а не приходить на работу сегодня передачи вот наверное youtube от этого и отличается от телевидения захотел сегодня снять есть конечно свой саморедактор внутри что можно говорить можно ли материться а можно ли мы рекламировать в анто но у тебя комментаторы твои твои как сказать зрители это твой редактор в том числе просто они голосующие масса правильно я выставил так что у меня мои подписчики им нравится моя реклама то что я рекламирую ну может быть не всем конечно но им нравится они даже придумали хэштег миспортик отрисламу хочу рекламу быть может для заказчика это не так в лобину как хотелось бы им сказать адрес цену и почему какие акции игры мы так не будем делать мы по-своему но людям не будет вызывать отражение но и в тот же момент я считаю более честным когда вот как это делает юра дуть когда реклама и он рекламирует это все быть может мы тоже так но он живет реклама не идет ролик рекламный он же сам делает вот этот вот рекламный ролик которым он пытается сделать это интересно в том числе познавать его не просто рекламу он если рекламирует пельмени он говорит того знаете откуда появились пельмени он начинает историю рассказывать и ты в этой рекламе начинаешь даже понимать что кто первый слепил первый пельмень ну вот ну это круто мне кажется это правильно вот тебе воду спасибо большое спасибо что ты пришел мы будем продолжать снимать подобные интервью с ну как я наверно могу назвать тебя к продюсером креативным продюсером веб-сериала которые считаете таки одним из первых в казахстане и вот и одним из успешных на территории русскоязычного пространства лунета скажем так вот большое спасибо за ту информацию которую ты поделился я надеюсь вам было полезно это был видеоблог серийный продюсер подписывайтесь если вам это нужно пока подписывайтесь ставьте колокольчик напишите в комментариях потому что очень важно для креатора который создает контент ему нужна обратная связь потому что сначала он делает то что он хочет а потом когда появляется обратная связь ты говоришь а так вот это вам тоже интересно или а про это не надо говорить это неинтересно поэтому очень важно оставлять комментарии напишите чтобы вы хотели узнать может быть вы скажете слушай коль пожалуйста расскажи как вообще возможно в казахстане с ним снять какой-нибудь сериал типа игры престолов и возможно ли это сделать круто ты тоже сделаешь журналистическую расскажешь свои моменты слышали видишь сразу понятно что человека миллион и сколько у меня подписчиков сразу видно как бы навыки все хорошо спасибо большое руслан все всем удачи всем пока